всем привет вы видели как я позорно слился в мете которую собрал в оригинальном троне сейчас у меня дебаг мод с помощью него я собрал себе идеальный билд и телепортнулся на седьмой луп то есть это миновало очень много проблем со сбором собственно идеального билда с нахождением нормальных пушек идеальных то есть из пока лопата то сейчас я буду объяснять как играть на диплупе что такое диплуп это собственно l6 и далее я сейчас буду на 8 то есть это будет немножко даже дальше чем диплуп чем начало диплупа но какие то есть сбор этого даже вот этого билда у меня я его очень долго ролл его очень сложно собрать прям вот вообще идеальный то есть ничего никаких изъянов да кстати давайте-ка посмотрим почему этот билд называется идеальным ну во первых сс кожа и лицо это основные мутации вот далее руки для лопаты стресс для лопаты чтобы махаться быстрее триггер для спк также для лопаты иногда плутониум чтобы притягивать пикапы там где они не вне досягаемости под врагами то когда лежат лазер бренд здесь не особо важен но очень полезен потому что с помощью него можно наносить намного больше урона со своим со своей плазмой и лапка лапка которая позволяет больше пикапов таскать с врагов она увеличивает стабильность также и аптечки будут падать намного больше и тому подобное так фулл мета состоит из семи мутаций из семи мутаций фулл мета состоит ss лицо триггеры кожа плута и стресс стресс ss кожа лицо плута руки триггеры эти семь мутаций основа любой фулл меты без чего можно обойтись стресс не нужен до десятого лопа сильно не нужен то есть с ним удобнее но без него можно дожить до десятого лопа без особых трудностей потом без него уже невозможно выживать а лицо без него можно выживать где-то до лупа 8 дальше без лица просто очень проблемно плутониум опять же до 8 примерно лупа можно без него но потом у вас начнутся дикие трабы потому что без плутониума на поздних лупах просто все в кишит во врагах и очень проблемно насчет лазер брейна можно вообще без него играть но с ним намного все проще лазер брейн вместе с плутониумом и лапкой может обеспечить альтернативу лица альтернатива плутониума может обеспечить лапка в сочетании с телекинезом глаз например или в сочетании с мускулами или лакешотом но это не будет также эффективно как сама как сам плутониум вместо лапки можно вообще без лапки можно вообще без восстановления то есть чисто на плутониуме жить но это будет не очень прикольно это будет совершенно не то то есть будет очень сложно вместо лапки можно желудок вместо желудка можно этот регенерацию блокласт также лакешот подойдет то есть просто чтобы немножко восстановления было можно также мускулами если у вас будут мускулы сочетании с отсутствием какого-либо восстановления помимо этого то количество пикапов будет намного снижено поэтому мускулы не самый лучший вариант здесь мускулы могли бы зайти вместо лб или вместо лица но этот билд это идеальная девятка идеальная девятка и в общем погнали 11 ждет нас с объятиями кучей мух огромной кучи муж так давайте я выставлю фризы на сто процентов это замедлит игру заметно куча ассасинов снайпер а сами подохнут так что чего опасаться на 11 вот этих ассасинов они могут ударить вас сквозь им фреймы и так же мухи если очень красиво на них пойти они могут вот сейчас я махаюсь и иду на них и некоторые вы видите ели как умирают трава на и давайте-ка похоже объясню с каждым лопам больше больше ванов сейчас их 8 штук почему называется вообще deep loop да почему типа ну лупы 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 а потом deep loop потому что во первых ванов становится настолько много что их надо доджить оптом то есть вы не можете просто взять за доджить один и жить спокойно вы должны их всех вместе скомпоновать и спровоцировать так чтобы они все в одном месте были вот как сейчас видели они все ездили здесь кроме того фриков становится настолько много что они начинают воскрешаться и очень сильно воскрешаться начиная с шестого лупа они перестают ваншотаться с лопаты это вызывает очень много проблем потому что на третьем четвертом и пятом лупе с учетом лица фрики эти бедишные ваншотаются кроме того боссы становится намного злее к шестому лупу чем раньше на фоне этих ванов на фоне отсутствие ваншота фриков они становятся еще злее давайте перечислим бандиты 2 умножить на луп сейчас их будет 16 на шестом лупе их 12 также у них нет задержки на атаку также у них хп вы повышается мамка с каждым лупом с вами спавнит все больше больше яиц также хп повышается также она с каждым лупом становится все быстрее и быстрее на первых лупах это вообще не заметно но к восьмому лупы вы сейчас увидите насколько она быстрая прям sonic big dog очень толстый гораздо больше повышать своих и по относительно остальных персонажей смысле боссов крутится своей верной атакой очень сильно она прям очень плотная будет стон снова же увидите более того спавнит огромное количество ракет которые поливают весь этаж в огромный шквал огня которые очень легко отбивать с big dog тоже разберемся гипер кристалл призывает огромное количество кристаллов также имеет много хп эти кристаллы могут очень легко вас особенно с учетом паутины просто избить в хламину за одну секунду хантер не представляет сложности но очень сильно взрывается у него радиус увеличивается с каждым лупом из-за этого он как раз и является проблемой дальше техномантер вообще не является проблемой его разносит в пух и прах далее трон там просто очень толстый на него тоже сделаю отдельный разбор далее трон 2 и вот трон 21 сложнейших боссов для диплупа потому что там закрытая местность и если он вас зажмет усиленными лазерами со всех сторон то у вас будет ждать смерть так чтобы не зафейлить и сейчас включу без смерти но дес вы не можете больше сдохнуть я конечно буду пытаться всеми силами просто не хочется просирать этот билд потому что ролик его я буду полчаса поэтому обезопасить себя чтобы полностью сейчас все рассказать о всем что происходит на диплупе потому что сам я играю довольно похреново на нем вот сейчас меня ассасин пробил сквозь все что происходит на экране выведет вы видели что сейчас происходило я к нему просто подорвался все что в этом случае делать стать сейчас ванны поедут как только я убиваю первых рынков я иду вверх или вниз по диагонали и таким образом я вижу где ванны таким образом я смотрю где где они едут и ухожу от них одновременно также отмахиваюсь золотые скорпионы не представляют сложности с ультралопатой в пустыне самая сложность это собственно вот эти вот ассасины и мухи которые могут вас пробить сквозь инфреймы как вот сейчас меня ассасин здесь задел то есть сколько бы вы их не били они все равно вас заденут поэтому нужно вот махайтесь махайтесь вот он здесь вот отступили подождали он убился пошли дальше это вот моя тактика против них когда я слишком много когда их недостаточно много можно просто рашить так и 13 первое испытание здесь будут бандиты и каждое мое действие сейчас будет направлено на то чтобы успешно их уничтожить что именно значит успешно уничтожить их очень много их 16 что сейчас и у меня не очень плохой спам там очень много мух какие без лазерпрейна у меня было бы намного больше проблем чем сейчас они бы вообще не умирали бандит появляется вдоль стеночки их надо призывать одновременно все чтобы они заспавлились все в одном месте и они спавнятся примерно до того как начнут спавниться фрики вот сейчас начали спавниться фрики значит бандиты пошли все бандиты прошли призываем их вдоль стеночки вдоль стеночки не боимся стреляем по возможности в мобов так меня переехала но я не не потерялась и стоит все нормально потерял случайно урон если потерял т.п. дамажим и и вдоль стеночки пока не поздно отступаем немножко за угол смотрим на радиацию мне мелдаун кстати поэтому маяк оба увеличена в два раза он он уже здесь видали стоим максимально за углом и дамажим их во время чарджа следим за радиации если ждем фриков ждем фриков и самое важное на больших бандитах это пережить вот этот вот спам то есть если вы не аккуратно сыграете и не призовете их всех одновременно или побежите слишком рано до спауна ванов и до спауна в сутками углом до спауна бандитов и ванов то есть слишком не аккуратно сыграете то вас либо прижмет ванами либо прижмет собственно бандитами которые заспавниться в момент когда вы от них от и отбегали поэтому нужно обязательно призвать их всех в одном месте и потом подождать воскрешение фриков реки будут вам давать кучу радиации патронов и аптечек также реки это ваша жизнь но также с них можно получить очень много людей так это были все бандиты я очень удачно сюда выстрелил ну в общем то да это вот так вот умирают бандиты то есть что нужно знать при спавне с бандитами вам нужна большая открытая местность если стены посередине вот типа вот этого это маленькая стена если она была бы большой такой большой то у меня были бы проблемы надо было ее разрушить с спк до того как бандиты вообще начали спавниться то есть нужно круглая открытая местность далее ждете где-нибудь вот так я предпочитаю снизу стреляйте стреляйте до начинают спавниться фрики имитации фриков здесь где не появляется бандит и здесь неважно и потом вам нужно не мешкаться не стоять на месте как в андре с а пойти выбрать какой-то из направлений и не останавливаясь пройти вдоль стенки чтобы они все вместе призвались в тот момент когда они призываются вы стреляете вдали с спк потому что как правило кто-то должен остаться на этаже стреляя с спк вы убиваете кучу врагов которые там остались призываете всех бандитов в этот момент призываются фрики фрики начинают умирать в тот момент когда вы призываете бандитов умирая фрики призывают ваны ваны призываются в момент смерти фриков и это важно благодаря тому что все враги оставшиеся Начинают умирать, у вас много скоростейности Потому что триггеры прокаются на лопате Также помогает стресс отмахиваться в этот момент После того, как все бандиты призваны Вы отступаете куда-нибудь в свободное пространство Отходите от этих бандитов, которые призвались Убиваете оставшихся фриков Смотрите на... Не стреляйте с СПК, а смотрите на ваны Если вам видно, что ваны едут на вас Стреляйте в стену, закапываетесь и ждете вот здесь Не там, то есть не сразу же уходите в нычку А вы здесь ждете ваны Ждете, они проезжают, а тогда только вы отходите Если вы сразу же отойдете, ваны поедут вот сюда и задавят вас нахер Так, это что важно знать при спавне больших бандитов в большом количестве То есть оптом, все оптом делается на диплупе А потом Когда ваны проехали, не спешим Стоим на месте Ждем, пока воскреснут фрики Если бандитов много Стоим, не паникуем Стоим за углом куда-нибудь Встаем и просто бьем их во время чарджа Если с обратной стороны какой-нибудь бандит идет Просто отмахиваемся от этих бандитов и от этих бандитов одновременно Как только эти умрут, они умрут Потому что они чаржатся И не забываем, что они могут все-таки на вас налететь Так что можно и отступить немножко Этот бандит в этот момент тоже будет немножко умерять от своих же патронов Отступать в эту сторону ни в коем случае нельзя Отступать в ту сторону ни в коем случае нельзя Почему? Потому что бандиты везде, они равномерно по всей локации распределяются После того, как вы их из виду потеряли Они все очень быстро ходят Вы видели сейчас, когда я пошел Привлек их с этой стороны Ваны проехали И иду А тут уже бандит стоял, да? И типа, кого? Чего? Вот здесь я, по-моему, подошел И бандит здесь уже Подошел сюда вместе со мной Где-то здесь такая ситуация сейчас была Что в этих ситуациях можно извлечь, да? То, что они вообще повсюду И пока фрики не заспавнятся Вы должны держать позицию Никуда не идите, пока фрики не заспавнились Вам нужно сохранить свою радиацию И только тогда, когда фрики заспавнятся Вы их убиваете и начинаете искать бандитов Бандиты, как правило, стараются на противоположной стороне быть Когда их мало остается Они либо ныкаются, вот как сейчас куча бандитов Вот здесь было, да? Либо они тупо на противоположной стороне То есть, если я нахожусь где-нибудь вот здесь То они где-то, по правилам, там, там, где-то, где-то в той стороне Как только я их нахожу Они сразу же убегают Типа, я вот сейчас, если вот здесь обнаружу И убегу от него Например, что-то мне там помешает, да? Куча фриков сзади На фриков тоже не стоит игнорировать их Ну, стоит убивать мгновенно Вот я его увидел там Убежал от него И все, его там больше нету Он убежит, он вот сюда уже прибежит через 10 секунд Они так и действуют Посмотреть, как двигается бандит, невозможно Дело в том, что это Квантовая физика, знаете? Когда мы не наблюдаем объект Он находится в двух В двух положениях одновременно С бандитами точно так же Они Как это называется? В суперпозиции находятся Они находятся в суперпозиции И если я уменьшу камеру То Они будут меня видеть Потому что уменьшая камеру Вы также делаете возможным Увидеть и себя, и их То есть вы будете наблюдать за ними И поэтому вы не сможете определять Как двигаются бандиты Так что, да Суперпозиция Так, 1-2 Точнее 2-1 Здесь у нас мамка И так же очень много фаерболлеров И так же бафгаторов Бафгаторы и фаерболлеры Не так много проблем вызывают Как кристаллы Которые Лазерами сквозь любую кучу Могут вас пробить Здесь важно определить В какой момент мамка к вам подойдет Вот куча лазеров сейчас у меня Поэтому мне надо отступать немножко Либо наоборот тушить Но там вообще непонятно, что происходит Поэтому я отступил Вдоль стеночки, вдоль стеночки Если я зайду прямо в центр То неизвестно, что там будет Мне просто нет возможности Туда посмотреть И понять Причем мамка может Легнуть меня в любой момент Вот она, кстати, мамка Она очень быстрая Это очень повезло, что Мамка сейчас около Спауна Я ее могу прям сразу же вышибать Начали спауниться фрики Как только они начнут умерять Поедут в ванны Поехали в ванны Идем по диагонали По диагонали Почему по диагонали Я уже объяснял Это позволяет Как доджить нижние ванны Так и доджить верхние ванны И определять, где они заспавнятся Так, мамка очень быстро Отмахиваемся от нее сейчас Не надо на нее тратить СПК в данный момент Либо в начале этажа Ее бьем попутно Убивая обычных врагов Либо В конце Когда уже только фрики Начнут спауниться Почему? Она слишком толстая Она слишком быстрая У вас не будет возможности Ее сейчас убить Либо Вы очень пожадничаете Как я обычно делаю Фрики начинают спауниться Дают радиацию Которой и так не хватает Потому что Вы отмахивались от мамки Фриков убиваем Не спешим И здесь Встает проблема Как убивать мамку Блин, это было близко Это еще восьмой глуп А она меня чуть не переехала Либо вы можете Убивать мамку Вот такими выстровами Но это было неудачно То есть загонять в угол Куда-нибудь И стрелять с СПК Очень метко Она должна уже умереть По идее После этого выстрова Но он был не точным И Я не нажимал правый Пробел И поэтому я Неаккуратно сыграл Причем Моя команда не сработала К сожалению Оживать здесь нельзя Я все просрал опять Окей Я не нажимал пробел Я перепутал Лопату и СПК В руках Поэтому я Махался ведерком Как я это называю Поэтому Мне не удалось То есть Да Пробел 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 Здесь Во-первых У меня было 10-100% Фризфреймов Это меня очень сильно Подвело Я не привык С ними играть Чтобы с ними играть Надо Очень Подходить к этому То есть Неудобно мне Со стопроцентными Фризфреймами К сожалению Играть Я обычно привык С 50 Потому что Чем больше Фризфреймов Тем больше Нужно удерживать Так Гот 2 1 Л 8 Я хотел Включить Неуязвимость Но что-то Не сработало Чего у меня нет Чего-то у меня нет Утоню У меня нет Окей Ладно Фризфреймы У меня сейчас Было Все плохо С фризфреймами Потому что Я слишком Много Замораживался Чем больше Фризфреймов Тем больше Нужно Удерживать Пробел Чтобы Приключить Оружие Внутри Лагов Из-за Этого Могут быть Очень большие Проблемы Но чем больше Фризфреймов Тем больше Замедляется Игра Так То есть Нужно Подобрать Оптимальный Фризфрейм Для того Чтобы И Не чувствовать Слишком большой Пролаг И не чувствовать Слишком Быструю Игру Потому что Если у вас Будет Вообще Их мало То Игра Будет Настолько Быстра Что Вообще Непонятно Что Происходит Окей В этот раз У меня нет Плутониума Но это Не страшно Потому что Плутониум Не самая Важная Мутация Демета Итак Как Убивать Мамку Первый способ Соспока Прижать Ее В Угол Но Этот способ Работает Где-то У Пода Шестого До Седьмого Сейчас Я уже Не в состоянии Прижать Мамку У меня Просто Недостаточно Мобильности А вот Мамка Мамка Прижимается К стене Очень быстро И Отлетает От нее Так же Быстро Но Она Мерва Потому что У меня Так Давайте Перезагрузим Окей Раз уж Я умер То Можно Уже Окей У меня Здесь Лапка У меня Нет Плутониума В этом Билде Но Есть Лапка Пойдет Стресс А у меня Нет Стресса Но До Десятого Лапка Стресс Не Нужен Поэтому Ладно Это Уже Далеко Не Идеальный Билд Поэтому Не Важно Кстати Сид Тот же Самый Стресс Как я И Говорил Не Нужен До Я Опять Я Опять С Ведерком Был Я Очень Сильно Спешу Я Очень Сильно Сует С Мне Нельзя Так Делать Окей Соберем Идеальный Билд Снова Чего Нету Кожи Нету Так Можно Мне С С Терпением Какую-то Мутацию Сейчас Пролагает Все Да Спасибо Именно Эта Мутация Мне Не Нужна ПВД Окей Ладно Объясню Еще Раз Стрем Не Особо Нужен До Десятого Лупа В Сложных Моментах Лучше Все-таки Не Суетиться Не Спешить Как Я Сейчас И Приключать Оружие Более Своевременно Я Сейчас Очень Плохо Играю Как Вы Заметили Постоянно Сливаю Я Даже Запорол Чит На Бессмерти Который Я Пытался Ввести Он Не Работает Во Время Паузы Как Вы Заметили Я Выводил Во Время Смерти В смысле Во Время Паузы Поэтому Он Сработал Окей Ваны Поехали От Кранат Доджин Так Мамка Здесь Мы Не спешим Ее Атаковать Осторожненько Сейчас Ваны Сначала Проедут Пусть Помните Да Пока Они Убьем Фриков Ваны Будут Продолжать Идти Все Ваны Прекратили Свой Путь Нет Все Таки Парочка Осталась Это был Хворот Кстати Так Так Осторожненько Это был Плохой Выстрел Мамка Рано или поздно Будет К вам Приближаться То есть У нее Какой-то Такой Паттерн Движения Казалось Рандомный Но при этом Она Всегда Вас Пытается Задавить Лучше Особо Не бегать Но И Фрики Криков Стоит Опасаться Вот Я СС Слил Мамка Кстати При Контактном Уроне Дамажик На 10 Единиц Итак Что делать Если у вас Нету Лазер Прейна И Нету Возможности Быстро Убить Мамку СПК То есть Когда Она Слишком Быстро Нужно Найти Какое-нибудь Оружие Которое Контрит Давайте Поищем На этом Этаже Какое-нибудь Оружие Которое Контрит А это Именно Те Оружие Которое Наносит Трон Бгновенно А не Как Плазма Подольше Подолгу Инсенератор Плохо Подойдет Потому что Он требует Близкого Контактного Урона В смысле Контактного А боже Как я Ненавижу Это Словосочетание Зрительного Контакта Вот Так Я взял ГЛ Это Мгновенный Дамаг У меня есть Вены Поэтому Я могу Им Пользоваться Что Еще Подходит В этом Плане Супер Кросс Супер Флаг Супер Слаг Хэвиавто То есть Все эти Перечисленные Пушки Имеют Мгновенный Импакт Дамага С венами Можно Брать УГЛ Или Ультра Точнее Какой Там Супер Базу Так Хватит Дамажиться УГЛ Сложно Во первых Радиация Тратится На него Да А еще И на Лопату Нужно Окей Хаммер Тоже Можно Использовать Если ЛБ Есть Особенно Но Если ЛБ Есть То Можно Просто Стрелять СПК Наугад И Вообще Не париться Насчет Этого Окей Мамка Когда умирает Можно Открыть Пиццу Пицца Очень важна Для Диплупа И вообще Для Поздних Забегов Потому что Она Повышает Сраную Сложность Которая Повышает Количество Врагов Больше Врагов Больше Пикапов Больше Рокот Триггеров И так Далее Но это Все Пройденный Этап Пицца Можно Открыть С помощью Фриков Вот Здесь Например Люк Если Я Привлеку Я Сюда То Пицца Откроется Все Все Умерли Окей В Пицца Что В Пицце Я Был Верен Своем Смерти И зачистил Пустыню Но Вообще То Я Уздох Так В Пицце Вот Сейчас Довольно Узкий Спаун Это Проблемно Потому что Сейчас Поедут Ваны Как Только Я Зачищу Фриков Поедут Ваны Нужно Стоять Так Чтобы Дать Возможность Проезжать Другим Ваннам Причем Если Все Фрики Умрут То Больше Трех Планов Не Будет Спавниться Это Важно Сейчас Как-то По-одному Они Спавниться Где-то Где-то Парочка Фриков Засела И Они Даже Ресаться Начали В общем Всегда Нужно Знать Что Еще Один Ванн Может Заспавниться В этот Момент Всегда Нужно Иметь Место Куда Отступать Особенно В пицце Окей Это Свалка На Диплупе Что На Свалке Нужно Знать Во-первых Что Здесь Довольно Большие Запутанные Этажи И Вы Вы Очень Просто Можете Оказаться Под Ванн Из-за Этого Потому Что Потому Что Запутанные Этажи Собственно Да Как я Сейчас Поступил Я Знал Что Ванны Поедут У меня Была Зона Куда Можно Отступить То Вообще Всегда Если У вас Ее Нет В Труп Окей Стреляем Испыка Махаем Наступаем Так К сожалению У меня Тут Ваулт Давайте Призагрузим Дело В том Что Я Телепорт Нался Поэтому Поэтому Там Был Ваулт Он Снова Здесь Будет Да Да Он Снова Здесь Будет Ладно Сейчас Его Посечу И Треть Типа Ульт Все Три Ульта Я Посетил Можно Спать Спокойно Так Что делать В Случае Когда У вас Не будет Пути Для Отступления Вот Сейчас Фрики Пошли Я их Убиваю И все Ванны Поехали Ванны Поехали И все Вот Фри Куда Отступать В стену Стреляем И ждем Если Это Последнее То Хорошо Если Это Не Последнее То Очень Плохо То Я Сейчас В Очень Опасной Ситуации Оказался Когда Они Здесь Начали Вокруг Меня Все Спавниться Мне Надо Было Отступать Не Вниз Где Еще Не Был А Вверх Потому Что Когда Вы Отступаете Вы Должны Отступать Туда Откуда Вы Пришли Чтобы Быть Уверенными В Сейчас Сейчас Меня Стресс Очень Сильно Спас Потому Что Я Дебил И Задамажился И Вообще Стоял На Месте Окей Всех Убили Нет Не Всех Вот Теперь Всех Вены Насчет Вен Не Рассказал В Мете Они Полезные Но Они Не Не Необходимы То Да Они Спасают Вас От Ванов От Фриков От Биг Дока Там Как О Нем Так Окей Заспавли Ваны И Отходим Потихоньку Не Не Бежим Резко От Них Не Бежим Резко Потому Что Если Я Убегу От Ванов Они Могут Там Появиться И Тогда Будет Еще Все Хуже То Есть Посмотрели Где Ваны Убежали Посмотрели Где Еще Ваны Убежали Что С Биг Догом На Деб Лупе Во Первых Помните Что Вам На Следующем Этаже Нужна Энергия Если Вы Убьете Биг Дога Он Сам По Себе Не Сложный С Лопатой Как Видите Если Вы Убьете Биг Дога И У вас Не Будет Достаточно Энергии Хотя Бы На Один Выстрел СПК То Вы Труп Можно Считать Что Вы Труп Если Вам Не Повезет Со Спавном То Несложно С Ним Главное С Ванами Разобраться Самым По Себе Фигня Полная Что Может Быть Плохого В Пещерах Лазер 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 Много Лазер Посмотрите Что За Дерьмо Здесь Творится Лазер Который Невозможно Доджить Что Важно Знать Против Лазеров Не Делайте Так Не Отступайте Всегда Идите Вперед Даже Когда Вот Там Много Их Когда Впереди Не Надо Не Надо Обвозвращаться Потому Что Он Целится Сюда Вы Убегаете От Него А Потом Возвращаетесь И Именно В Него И Попадаете Именно Вот Это Вот Именно Сюда И Попадаете Понимаете И тут То же Самое Вот Он Целился Я Убежал И Вот В тот Момент Когда Я Возвращался Он Именно В Меня И Стрелял И Вот Всегда Вот Лично У Меня Всегда Так Получается Что Я Всегда Так 101 Ой Гот 101 Всегда Так Получается Что Так Собираем Идеальный Билд Я Надеюсь Чего Нету Тоже Нету Так Запольнем Все Вульты В этом Забеге Окей Это 4 1 8 Так Запомнили Да С кристаллами Просто Не возвращайтесь Сколько Бы Их Небало Держите Позицию Сколько Бы Их Небало Не Бойтесь И Продолжайте Ити На Нет Но Не Касайтесь И Не Жадничайте Гипер Кристалл Вначале Лучше Вообще Не Бить Надо Дождаться Ванов Так Ваны Проехали Что С Гипер Кристалл Сначала Стреляйте И Пытайтесь Разрушить Вот Этот Вот Круг Круг Потом Стреляйте Еще Раз Для Того Чтобы Продвижиться Вблизь И Уничтожайте Уничтожайте Вот этот Круг Который Сразу Появляется Как только Он исчезает От Вашей Лопаты Стреляйте Он Призывает Еще Один Стреляйте И Стреляйте Стреляйте Гипер Кристаллом Важно То Чтобы Его Убить До Того Как Респавниться Треть Если У вас Не Получилось Это Я Умер От Фриков Потому Что У меня Нет Стресса Я Даже Не Подозреваю Об Этому Да Стресс Очень Важная Мутация К сожалению Окей Руки С С Лута С С Триггеры Очень Важная Мутация Без Триггеров Вообще Ничего Не Получится Так У меня Внезапно Собрался Идеальный Билд 8 Прям Мутации Идеальных Не Мог Собрать Не Мог Собрать И Вдруг Вал Все Собрал Окей Давайте Еще Раз Давайте Еще Раз С Лазерами Разберемся Так Недостаточно Спешим Я в прошлый раз Реально Даже Не понял Что Мне Не Сказ Поэтому Так Вел Сюда Против Криков Без Красса Нужно Быть Очень Осторожным Он Не 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 Обходим Конечно До Десятого Глупа Но С Ним Намного Намного Приятнее Особенно Против Криков Так Это Тупик Окей Приди Еще Не Начали Спавниться Значит Там Еще Куча Всего Лапка Равно Лб Не Совсем Лапка Дает Больше Стабильности Лб Дает Больше Дамага Но Если У вас Не Будет Много Дамага То У вас И Стабильность Будет Теряться Так Что Да Но Совсем Без Восстановления Как Сейчас Это Вообще Печально Атакуем Круг Кристаллов Лопатой И СПК Заряжаем Атакуем Круг Кристаллов И СПК Заряжаем Атакуем Круг Кристаллов И Он Умирает Все Это То Как Убивается Гипер Кристалл В условиях Когда Фрити Еще Не Начали Спаться А Как Ж Убивать Кристалл Когда Фрити Уже Пойдут Давайте Посмотрим Как Убивать Кристаллы Если Фрити Уже Рискаются Так Этот Респаун Точно Такой Же Так Что Я Уже Знаю Где Че Сейчас Я Поуничтожаю Всех Кристаллов Поедут Ванны Подожду Специально Подожду Окей Предположим Что У меня Есть Большие Проблемы С ним То Что Я Долго Долго Проходил Этот этаж И Он Успел За Спавнить Кучу Кучу Кристаллов Кстати Очень Красиво Они Взрываются Сейчас Итак Что Делать Если Вы Не Успели Убить Кристалл Зажать Его До Того Как Фрики Начали Респавниться То Как Сейчас Фрики Уже Зажимают Вас И Надо Что То С Этим Делать Что С Этим Делать Мать Ваша Сейчас Их Не Так Много Сейчас Я Смог Убить Одновременно Так Главное Уничтожить Вот эти Мелкие Кристаллы И Начать Подходить Плотную Фрики Будут Подступать Это Нормально И Надо Встать Так Чтобы Бить И Гипер Кристалл Его Круг Вот Этот И Фриков Наступающих На Вас То Есть В идеале Как Сейчас За Гипер Кристалл Отбиваемся От Фриков Попутно Бьем Мелких Кристаллов Кстати Сейчас Важный Элемент Был Когда Он Когда Я не Успел Уничтожить Круг Кристаллов Они Все Расширяются Очень Сильно В В общем Да Когда Фрики Уже Оживают Лучше Бить Гипер Кристаллы Одновременно С Этим Отбиваться От Фриков Но В первую Очеред Отбиваться От Фриков Все Таки Потому Что У них Гораздо Больше Шансов Вас Убить Так Там Кто-то Остался Кто-то Там Остался По Моему Поэтому Они Сейчас Все Раскрашаются Либо Кристалл Куда-то Задать Я Либо Еще Чего С Фриками Вообще Самое Большое Количество Проблем На Диплопе Поэтому Стресс И Полезен Таки На Более Поздних Лупах Будет Такая Ситуация Что Фриков Слишком Много И У 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 Объяснение 5 1 Здесь Никакой Сложности Нет Главное Не Подойдите К Срывающемуся Танку Ваны Пошли Спавниться По Диагонали По Диагонали Помним Да Гранаты От себя Отталкиваем Вот Эти Ваны От них Я Увернулся Добиваем Остатки Этажа 5 1 Вообще Не Представлять Никакой Сложности В Отличии От 5 2 5 2 Здесь Здесь У нас Какая Проблема На 5 2 Золотые Танки Золотые Танки Стреляют Ракетами Ракеты Очень Больно Бьют Чтобы Контрить Ракеты Нужно Помнить Как Они Летят Летят Они По Направлению Лазеров То есть Когда Вы Видите Лазер Значит По Этому же Направлению Влетит Ракета То есть Если Вы Куда Ни В Сторон Смотрите И Там Летит Лазер Точнее Вот Пожалуйста Ракета Так Сейчас Я стою Здесь Пока Не Поедет Этот Ван Потом Уже Отхожу Вниз Не Спешу Отходить Вниз Потому Что Если Я Отошел Сразу Все Ваны Меня Просто Прижали Однако На всякий Случай Я все Таки Прокопал Стену Еще Один Совет Насчет Ванов Которые Уже Наверное Для Паласа Полезен Так Осторожно 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 Это Было Очень Опасно Я Думал Что Было Мало Врагов Осталось На Это Женое Это Была Моя Ошибка Моя Ошибка Заключалась В том Что Я Думал Что Там Мало Врагов Всегда Быть Готовым Что Там Много Врагов Осталось Вдоль Стеночки Вдоль Стеночки Выцепляем Оставшихся золотых танков ударяем их момент когда они стреляют и тогда они будут получать урон не только от лопаты но это своих выстрелов и от ракеты так стреляю в стену чтобы с пока разлетелось мгновенно они как обычно чтобы она не носила урон ближним окей сейчас будет hunter у меня нет сс у меня нет восстановящей мутации поэтому две аптечки сейчас будет очень сложно получить hunter в чем проблема его пока он жив ни в чем а вот когда он умирает он видели этот радиус это просто какой-то и этот с этим радиусом нужно смириться если он приземлиться внезапно около вас вы потеряете как минимум 10 кп сам по себе hunter очень легкий потому что лопата его очень сильно конкретно если он приземлился где-то очень далеко нужно следить и за ним и за всем остальным этажом как примерно сейчас я отмахиваюсь от двух одновременно сторон ну что я слишком агрессивно играл и пока фрики спавнились начали спавниться ванны а танки еще не умерли с обратной стороны я справился с этой задачей с двух сторон махаясь и весь этаж уже сдох без лб это было бы все раза в три дольше стоит заметить что у меня не лапки ничего то есть восстановление никакого нет и они не особо то и нужны сейчас и без лб если бы была какая-нибудь папка этот билд все еще был бы идеальным в лобах вообще никаких проблем главное не задерживайтесь на месте не смотрите как воскрешаются толпы фриков отбирайте кучу кучу пикапов и убивайте этих новансеров как можно раньше здесь также спавнится лазеры которые могут вас законтрить очень хорошо заметьте я без лапки с лапкой тут был бы такой трэш с пикапами что вообще поехали ванны по диагонали отступаем от них по диагонали таким образом я буду видеть это и другое актив пошли ванны не задерживаемся сначала немножко вы махаемся лопатой для того чтобы понять в какую сторону идти а потом уже стреляем из пока в техном ансера если бы я стрелялась пока сразу же она бы разлетелась об фриков потому что они сейчас уже уже очень толстая и возможно даже плазмы бы не долетела до техном ансера в лобах очень сложно контрить кучи фриков потому что если вы не зачистили лоб и сразу они очень темные есть очень большие и вот как у меня в пещерах было только здесь и даже сложнее лопата самое имбалансное оружие да но самое мощное это стука вместе они образуют мету так по вас что здесь стоит опасаться во первых снайперов во вторых когда собак много вот кстати про совет насчет ванов который я не сказал в прошлый раз не обращайте внимание на то как едут ванны обращайте на то когда они заспавнились иногда бывает такая ситуация что спавнится сначала один ван а через пять секунд другие и тогда вы можете точно быть уверены что сначала поедет один ван а потом все остальные таким образом можно смотреть на один ван пройти мимо него и точно быть уверенным в том что другие поедут потом потому что когда появляется портал разброса нету вот появился прошло какое-то время он поехал значит если этот появился потом появились те сначала проедет этот потом поедут те то есть запоминайте до последовательность это это очень важно по вас его очень важно соблюдать последовательность ванов насчет собак просто не кидайтесь на них вот это вот очень хороший по вас кстати вдоль стеночки вдоль стеночки отмахиваемся от всех сторон вот сейчас один ван поехал потом же остальные поехали это значит что мне надо было ступить от только от одного остальные уже потом едут с лазер бреном прям очень быстро все идет без него было бы все очень грустно очень грустно в чем разница фриков иванов смысле разница это абсолютно разные вещи фрики это мелкие ванны это большие ванны это фургоны так битва странам на диплупе что здесь важно знать ну во первых идеальный выстрел при пробуждении трона во вторых лучше сохранить желтый сундук снизу даже если у вас вообще нет патронов вот типа я вообще в пустоту выстрелил меня не было патронов на момент побуждения трона что делать не паникуем и просто собираем из генераторов шаров неважно ну что на троне патронов просто чума просто огромное количество как видите его стрельба вот этими штуками намного длиннее стало эти моменты уже стоять по центру чтобы луч его провоцировать если нет то нет сначала можно просто потратить всю энергию на на него до разрушения генераторов не бегите главное не бегите поки теперь у меня нет энергии у меня есть пока заряжена теперь стоим вот так пусть спустится главное не особо вниз спускаться пробуждаем один стреляем есть патроны ждем пробудился другой окей убили они предвидели нашу с пока стоим с пока в руках окей там пробудился я его уничтожил перезарядилась пока благодаря этому но не стал спускаться главное здесь не спускаться то есть стоим и пусть стал бы не пробудились то есть потихоньку помаленьку если я буду сразу же спускаться то это потихоньку помаленьку также не будет работать если столбов уже нет то можно уже спускаться пока столбы еще не пробуждены вы можете оставаться на месте и иметь запас как бы потому что если вы сразу же все столбы пробудите идти по кучу патронов с них получите то у вас ничего не получится потому что гвардии не кончится триггеры не обчуп рокоть пикапы только с шаров и в итоге радиация будет сливаться очень сильно так 01 это самая сложная локация для диклупа после мамки больших бандитов здесь у нас сначала куча 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 фриков а потом трон с пока в трон на опережение стоит попадать всегда стоит на 7 3 переносить пушку которая снизу если она проклятая берете снять и снимайте проклятие и она у вас здесь удержит будет не проклята если она будет проклятая вы ее берете все не можете выкинуть забег за руинин он стреляет шарами отмахивайтесь от них сразу же как только они появляются потом стрелять и в него появляются прики отмахивайтесь от фриков реки приезжает вашу из пока слышите лазеры пытаетесь стать безопасным направлении и ничего у вас не получается то есть не у меня окей давайте смотреть на битву со вторым троном побольше у меня все из кожи нет плевать на кожу 01 и у 12 пусть будет так у меня сейчас проблема нету пушки на экране поэтому я ее просто заспавню как там q по-моему грибол бы да это типа 7 треки будем считать конечно в идеальном в идеале здесь должна быть куча пушек валяться так не спешим это 12 его поэтому у него намного больше атак у меня сейчас нету бы поэтому у меня намного меньше дамага они уже начали рискаться и вот он пожалуйста джукается он очень часто такое делать на диплопе просто начинает разворачиваться в рандомный момент поэтому вам нужно справиться с этим дерьмом лазеры самая уебищная его атака особенно когда она совмещается с вот этой звездой от которая в комбинации невозможно вернуться от этого дерьмо все окей еще два выстрела и он должен сдохнуть самый сложный этап вот именно вот этого плокация он снова развернулся к сожалению потому что и фрики и лазеры и хотя бы фрики дают нам радиацию и нужно отмахиваться лопатой окей он сдох то есть тут важно контрить шары сразу же как они появляются быть готовым к звезде которая он ее не просто во все стороны распыляет да а еще и придавливает вас одновременно с этим и это очень больно и когда он стреляет лазерами пытаетесь от вот то есть вы стояли здесь он лазерами полил ли вас в эту сторону пытаетесь из как мы либо в ту либо в эту стороны ли seulement поливает лазерами вас одной стороны с другой стороны сначала от от них увернулись потом от других увернулись если он поливает лазерами ли вас 3 раза подряд удаляйте игру если 4 то можете вообще ливать с этой жизни в общем то это все что я мог рассказать про deep look мой рекорд l16 я доходил до него всего лишь один раз до 12 лупого в официальных забегах я доходил шесть раз 5 по моему 6 по моему 6 в общем да теперь после того как я вам это все объяснил вы вполне можете смотреть все мои забеги на deep look gpspr это уже не относится в общем смотрите мой 16 смотрите мои другие с пометкой личный рекорд забеги и там вы увидите как я играю в реальных забегах не в таких вот читерных с модами в настоящих потому что сейчас я просто ну над явись какой-то билд собираю не идеальный и иду рашить просто то есть у меня даже в мыслях нету что мне как-то важно выживать вот вот и все это мета было это было мета это было полное раскрытие меты как не играть я все что мог объяснил но к сожалению у вас не получится сразу же в ней играть надо будет все а ну и я не объяснил чем отличаются персонажи в мете рыба меньше зависимо от патронов с помощью гонваранта может заспамивать весь этаж сразу же и в принципе по восстановлению рыба меньше зависимо также ребят что можно ребят наверное ничего рыба такой себе персонаж для меты кристалл него много хп и это также является минусом ему нужно что-то на восстановление лапка для него подходит лучше чем лазер brain если у вас 20 хп лазер brain вместо кожи на кристалл хорошо брать потому что ультра 16 хп дает то есть 16 сумме поэтому лучше лб взять вместо кожи если у вас особенно нет восстановления глаза не требует плутониума потому что притягивает пикапы самостоятельно кроме того это очень хороший персонаж для того чтобы просто собственно играть на он очень хорошо подходит кроме того с ним есть одна проблема это собаки да кстати на на рыбе есть гитара с гитарой у вас будет меньше проблем чем на других персонажей мелтинг абсолютно пососный персонаж для меты его имбовость прикрывается с собаками на второй половине глупо то есть в зимнем и в полосе он просто сосет 1 одно касание собаки и все и он труп точнее без сс остался мелтинг плохо для меты но чувствуется на самом деле очень хорошо то есть до первой собаки он просто имба стеклянная пушка плант от абсолютный фаворит в мете наравне с кристаллом в юви и все тебе плант кристалл самые крутые персонажи для меты по силе а ну хотя глаза еще глаза ладно остальные так себе плант что может у него задница минус 30 процентов да у него также глаза даже без задницы останавливает всяких боссов это очень полезно ну и да это все юви не требует стресса а ну за плантая не сказал что и задница плант и даже лучше чем лицо в мете юви не требует стресса из-за гонгода если у вас есть лазер brain то можно даже ультра бы взять и не париться насчет стресса вот у меня даже 16 рекорд есть там был лазер brain но не было стресса и у меня был этот бизнес с гонгодом же с утра я стресс вообще никак не нужен там вообще можно не париться потому что у вас слишком большая скоростность будет там даже больше чем стресс будет действовать кроме того с правой кнопкой и лапкой плута он будет нас наносить такой колоссальную дэмэдж что просто это самый дамажный вообще персонаж в поздней игре всех так стероид ему лопатой очень сложно пользоваться ему необходимо если другим персонажем что-то можно пропустить то стероиду наоборот необходима точность без точности он лопатой просто не в состоянии пользоваться адекватно а в остальном ну как обычный персонаж до робота абсолютно пососный персонаж для меты если стероиду там были плюсы типа ты мог зажимать кнопку и вообще не париться то есть у него автоматические все пушки можно стрелять с пока и лопаты одновременно то есть есть какие плюсы в основном он ощущается хуже чем обычные персонажи в мете робот у него для мета вообще ничего нету у него просто в итоге восстановление в конце уровня а бонусом для этого вы можете случайно съесть с пока или лопату в любой промежуток времени удачи курица хороший персонаж для меты в том плане что это уже собранный хороший универсальный билд и если вы теряете голову то не страшно можете попытаться найти парочку аптечек или потерять еще две башки и закончится забег то есть курица просто позволяет побольше выживать насчет черного меча ничего не скажу вам говно просто это не гитара все-таки пользоваться даже с сочетание с с пока очень плохо рыбал в мете не такой сильный но она контрит некоторых боссов на ура как я в одной из серии правил показывал то есть если собрать достаточно большую армию и подойти к боссу они просто его завалят на куски порут мамку она контрит очень круто 2 трон вообще никак не контрит наоборот то есть да она может быть полезной но как мета персонаж она слабенький хор намного легче собрать фул мету чем за обычных персонажей потому что 5 вместо 4 до пассивка хора кроме того пока не нашли лопату его луч очень полезен как защита к таки атака помните да то что там еще гитара у кого-то было кроме того его ультра аномалия способна помочь вам достичь диплупа намного эффективнее потому что с аномалии можно миновать проблемы 1 и 2 лупа более хорошо но и на этом его прелюсти кончается в конечном итоге он не имеет каких-то преимуществ на диплупе но зато можно собрать мету и с аномалией достичь более высоких лупов успешнее рога плохой персонаж для меты им сложно начинать сложно играть из-за того что ментов на первом втором лупе испаунится намного больше она подвергается очень большой опасности слить всю радиацию на лопате так что лопату за руку вообще на втором лупе не стоит брать из-за этого она еще сложнее становится большое количество фриков это очень плохо казалось было больше радиации но больше всего проблем на диплупе именно из-за фриков когда они воскрешаются поэтому рога сложный персонаж его обилка ее обилка броня пассивка то есть да она имеет очень большую проблему если вы случайно стукнетесь об что-нибудь взрывающиеся то вы взорветесь сами если вы будете без вен и стукнетесь об айдпиди фрика который дропнет при этом гранаты то вы неминуем взорветесь если вы получите урон около айдпиди гранаты которые не успели оттолкнуть свои лопаты то вы взорветесь если у вас не будет вен вам будет очень неловко с другой стороны вы просто умрете то есть рога плохо подходит для меты скелет с риганом и ногой все еще подсосный персонаж для меты но он все еще можешь кое-как себя показать рекорд на скелете 7 по моему луп всего лишь лягушка хорошо себя показывает с боевой точки зрения то есть она разносит свои ультра я этажи вообще в хламину но у нее очень большая проблема против боссов то есть сложно двигаться сложно укрываться сложно доджит трон 2 и тому подобное то есть она очень сильно на обычных этажах но очень слабо то есть вообще никак не сильно против боссов вот так я сейчас открою таблицу мировых рекордов чтобы вы понимали кто из персонажей сильнее в мете кто нет рыба у нее таблицы рекордов 10 луп 10 10 8 8 луп кристалл 18 луп 13 луп 12 10 11 10 то есть кристалл сейчас держит мировой рекорд глобальный глаза 17 луп 11 11 10 9 то есть это топ результаты вообще самых лучших забегов за это из этих персонажей мелтинг 10 луп 7 7 то есть мелтинг 10 всего лишь план 13 13 6 больше результатов за планта нет за планта вообще мало кто играет но то что 13 причем там рекорд без лица кстати за глаза тоже без лица рекорд 17 луп что не что нельзя сказать про кристалл там 18 луп без лб так яви 16 луп рекорд 15 15 13 13 нас то есть он довольно хороший персонаж стероид 9 9 луп 4 стероид он наравне с мелтингом и план там не популярен из всей этой из всех персонажей хуже него только скелет робот 9 9 7 7 луп то есть робот тоже плохой курица 16 луп 11 11 9 8 то есть за курицу тоже имеется хорошие результаты она себя хорошо показывает рыбал 10 луп потом 7 6 3 то есть рыбал даже хуже чем рыбал даже хуже чем рыба она наравне с мелтингом стоит оказывается я думал она попал покруче будет пор 13 12 12 10 10 тоже один из топовых персонажей для мета как погляжу но при этом хуже курицы хуже ювих уже глаз хуже кристалла и хуже план то тоже за рога у нас 10 9 6 7 6 то есть она примерно как рыбал примерно как мелтинг тоже не особо сильная за скелета всего два результата оба на шестом лупе там был неофициальный забег до седьмого лупа я помню да 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 тот что я говорил седьмой луп это не был не официальный за лягушку два десятых лупа и один пятый лягушка тоже сравнительно слабенький персонаж по результатам то есть наравне с рога и с ребал и с мелтингом вот так вот показывать себя персонажи в мете в общем да это была мета я рассказал про мета все что только знал все вообще все что только мог на всем удачки корона летает до ссылку на дебаг мод я оставлю в описании если вам хочется попрактиковать такие забеги но там даже есть отдельный мод для практики таких забегов но у меня его нету надо будет где-нибудь найти его там он прямо сразу же выдает тебе идеальный билд и ты можешь рестартовать сразу же на определенный луп или определенную локацию заходить в общем да на этом все всем удачки и не спешите собирать мету если вы не умеете играть в обычных забегах сначала научитесь до третьего лупа доходить без нее на этом все всем удачи